Добро пожаловать на канал Neolife! Всех приветствую! И сегодня я хочу поговорить о шести способах, которыми интернет-ценностей от компании Ripple может принести пользу мировой экономике. Сегодня мы видим, что есть неэффективная система перемещения денег по миру, которая означает высокие затраты для банков, а также для поставщиков платежных услуг. Более 5 триллионов долларов бездействуют по всему миру на банковских счетах только для того, чтобы совершать транзакции по всему миру. Это может измениться, если финансовые учреждения примут технологии блокчейн и криптовалюты, что приведет к снижению затрат, увеличению скорости, улучшению управления ликвидностью для финансовых учреждений и улучшению обслужения клиентов. Блокчейн может изменить практически все отрасли. Он может создать более эффективный и процветающий мир. Потребительское использование этих решений и технологий, включая мобильные кошельки и блокчейн, уравнивает правила игры и позволяет новым участникам конкурировать с горсткой крупных банков, которые исторически доминировали в международных платежах. С помощью интернета ценностей, концепции, предложенной компанией Ripple, транзакция стоимости, такая как платеж в иностранной валюте, может происходить мгновенно. Интернет ценностей может позволить обмениваться любыми активами, представляющими ценность для кого-либо, включая акции, ценные бумаги, интеллектуальную собственность, а также музыку и научное открытие и многое-многое другое. Блокчейн позволяет передавать любой тип активов с одной стороны напрямую к другой, без посредников. Перевод подтвержден, постоянен и завершается мгновенно. Создавая общую бухгалтерскую книгу, в которой люди могут владеть своими собственными данными, это также позволяет сместить фокус ценности в экономике на отдельных лиц и сети. На макроэкономическом уровне интернет ценностей также может помочь снизить стоимость товаров и транзакций по мере увеличения ликвидности. Интернет ценностей может высвободить большие суммы денег, находящихся на счетах, которые можно более эффективно использовать в мировой экономике. Возможных вариантов использования множество. Это мгновенных транзакций, дотокенизация активов, кредитование, более плавной международной торговли, более надежных цифровых соглашений и многого другое. Первый способ интернет ценности – это расчет денежных средств. Так технология блокчейн и криптовалюты могут упростить весь процесс платежей и переводов, удалив ненужных посредников. Они могут предоставить удобные и мгновенные решения для оплаты и расчетов. У них есть потенциал подорвать не только мировой валютный рынок, но и банковскую отрасль в целом, исключив ненужных посредников и заменив их надежной прозрачной системой без границ. Использование криптовалюты в качестве промежуточной валюты для кроссвалютных транзакций может избавить банки и платежные системы от необходимости держать счета ностро-востро в иностранной валюте. Это означает, что триллионы долларов, которые удерживаются в нескольких валютах для осуществления трансграничных платежей, могут быть разблокированы и используются более продуктивно. Используя криптовалюты в качестве моста, банкам нужно хранить только свою внутреннюю валюту, что сводит к минимуму количеству задействованных посредников и их на оценку на спреды, что может сэкономить деньги, время и обеспечить мгновенные расчеты с реальной передачей стоимости. Одним из ярких примеров является криптовалюта XRP, которая по этой причине используется компанией Ripple и финансовыми учреждениями, поскольку его переводить очень быстро, а также дешево. Второй способ интернет-ценности – это токенизация активов. Покупка и продажа ценных бумаг и других активов, таких как облигации, акции, товары и деривативы, требуют сложных усилий между банками, брокерами и биржами. Технология блокчейн упрощает этот процесс, предоставляя технологический базовый уровень, который позволяет легко токенизировать все различные типы активов. Это сделало бы передачу прав собственности на активы, которые имеют реальную ценность дешевыми, быстрыми и удобными процессами. Третий способ интернет-ценности – это кредитование. Мы с вами знаем, что банки и другие кредитные фирмы монополизировали сектор кредитования, позволяя им предлагать суды по относительно высоким процентным ставкам. Это делает процесс заимствования денег сложным и дорогим. А вот технология блокчейн позволяет любому человеку в мире участвовать в экосистеме кредитования нового типа, которая является частью децентрализованных финансов DeFi. Чтобы создать более доступную финансовую систему, DeFi стремится поставить все финансовые приложения поверх блокчейн-систем. Так, одноранговое денежное кредитование позволяет любому человеку занимать деньги простым, безопасным и недорогим способом, без каких-либо произвольных ограничений. Четвертый способ интернет-ценности – это торговое финансирование. Участие в международной торговле очень неудобно из-за большого количества международных правил и положений, налагаемых на импортеров и экспортеров. Отслеживание товаров, их перемещение на каждом этапе по-прежнему требует ручных процессов, которые заполняются рукописной документацией и бухгалтерскими книгами. А вот блокчейн позволяет участникам торгового финансирования обеспечивать более высокий уровень прозрачности за счет общей бухгалтерской книги, которая точно отслеживает перемещение товаров по всему миру, тем самым упрощая и оптимизируя сложный мир торгового финансирования. Блокчейн может сэкономить импортерам, экспортерам и другим предприятиям значительное количество времени и денег. Пятый способ интернет-ценности – это более безопасное соглашение со смарт-контрактами. Контракты существуют для защиты физических и юридических лиц, когда они заключают соглашение, но такая защита обходится дорого и требует большого количества ручной работы до имени и денег. Смарт-контракты же могут обеспечить автоматизацию соглашения с помощью защищенного кода, работающего в цепочке блоков. Деньги или активы могут безопасно оставаться на условном депонировании и высвобождаются только при выполнении определенных условий соглашения. Смарт-контракты уменьшают элемент доверия, необходимый для достижения соглашения, сводя к минимуму риски финансовых соглашений и шансы оказаться в суде. И последний, шестой способ – это целостность и безопасность данных. Обмен данными с доверенными посредниками и компаниями всегда сопряжен с риском компрометации данных. Блокчейн же позволяет оптимизировать процессы, которые автоматизируют проверку данных и отчетность, отцифровывают данные KYC, а также позволяет выполнять аутентификацию финансовых документов в реальном времени. Это снижает операционные риски, риски мошенничества и снижает стоимость обработки данных для финансовых учреждений. Подведя итог, мы видим, что индустрия криптовалют быстро растет, а экономика медленно адаптируется к этим потребностям, и криптовалюты имеют большой потенциал для их удовлетворения. Дополнительным преимуществом использования криптовалют является то, что оно является открытым и децентрализованным, поэтому торговлю можно свободно осуществлять через границы в любое время. Также использование технологии интернет-оценностей от компании Ripple будет способствовать финансовой революции, которая оставит каждому больше финансовых связей и возможностей. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok